МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания ВТВ, информационная программа в Водкинске, в студии Елена Рудакова. Здравствуйте. Начнем наш выпуск, как обычно, с новостей 18-го региона. В Удмуртии пособие женщинам по уходу за детьми планируется выплачивать без участия работодателей. Сегодня прорабатывается возможность реализации в нашей республике пилотного проекта «Прямые выплаты». Отметим, этот проект реализуется в 33 регионах, и мы тоже надеемся на положительное решение. Более 30% жителей Удмуртии поставили прививки от гриппа. Более 478 тысяч человек, в том числе 167 детей. Более 7 тысяч жителей вакцинировали за счет средств организаций, в которых они работают. Однако для защиты региона от эпидемии гриппа необходимо вакцинировать 680 тысяч жителей. С 2019 года право на досрочную пенсию получат женщины, народившие трех и четырех детей. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Если четверо, то в 56. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа и воспитать детей до 8-летнего возраста. С 1 по 23 декабря в Откинске пройдет ежегодная акция «Подари подарок детям». Стать Дед Морозом может любой житель города. Сектором по делам семьи администрация города приглашает организации, учреждения и индивидуальных предпринимателей принять участие в акции. Принести подарки в сектор по делам семьи администрации города Воткинска, а это кабинет 103, можно в течение всей рабочей недели с 8.30 до 16.30, обед с 12.00 до часу. Все подарки будут переданы детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. С начала учебного года в Воткинске прошло 18 олимпиад. По различным предметам среди школьников города порядка 8 тысяч детей ежегодно принимают участие в данной интеллектуальной битве. Подробности далее. Всероссийская Олимпиада школьников – это самое масштабное ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками в системе российского образования. Это целая система олимпиад по предметам, входящим в обязательную программу общеобразовательных учреждений страны. Состоит он из четырех этапов. Первый этап – школьный, следующий – муниципальный, далее региональный этап и заключительный этап – всероссийский. В нашем городе на всех четырех этапах участвуют около 8 тысяч человек ежегодно. На сегодняшний день в Воткинске прошло уже 18 олимпиад. Осталось преодолеть две. Ребята, кто победит на городском этапе, будут представлять Воткинск на уровне республики. В этом году наиболее удачно, на мой взгляд, пока выступили дети в Олимпиаде по праву. Получилось много призеров, и победитель один, и призеров много. Очень неплохо выступили дети на Олимпиаде по экологии, математике. Основная задача Всероссийской школьной Олимпиады – выявление одаренных детей и мотивация школьников к углубленному изучению предметов, развитию творческих способностей и нестандартного мышления. Скажи, пожалуйста, первый раз участвуешь? Нет, я каждый год хожу. Вот в прошлом году ходила на три Олимпиады, в этом году на пять городских. Для меня это важно, это очень ценный опыт, и грамоты тоже дают, и это при поступлении мне тоже пригодится в будущем. Участие в такой Олимпиаде – почетная и ответственная миссия. Это шанс школьника показать накопленный багаж знаний, защитить честь своего учебного заведения, а в случае победы заработать привилегию при поступлении в лучшие университеты России. Развивать свой кругозор для этого надо в любом случае участвовать в Олимпиадах. И вот в этом году, на мой взгляд, хорошая инициатива у нас открыта в городе региональный центр одаренных детей. И в этом году на базе загородных лагерей оздоровительных организуются профильные смены по подготовке к региональному этапу Олимпиады. И туда приглашаются не только дети, которые там набрали наибольшее количество баллов в муниципальном этапе, но и дети, которые просто участвовали, которые, может быть, набрали не так много баллов, но хотят принять участие в этих профильных сменах. И я думаю, что для многих детей это возможность получить новое знание и развиться. Хотелось бы отметить, что водкинские школьники с каждым годом демонстрируют все большие успехи. И, несмотря на сложнейшие задания, показывают отличные результаты и достойно выступают не только на региональных этапах Олимпиады, но и на всероссийском уровне. Елена Рудаков, Валерий Колдомов, Водкинске. Продолжит выпуск новостей в Водкинске в эфире рубрика «Градские новости» короткой строкой. Республиканский этап всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают полицией» завершился в Удмуртии. Две девочки из Водкинска стали победителями каждой в своей возрастной категории. Ульяна Пьянкова ученица первого Д-класса, школа номер один и ученица школы номер шесть Анастасия Денисова. Работа победителей направлена в МВД России для участия в финальном этапе конкурса. Водкинская команда по хоккею с мячом «Знамя» Удмуртии готовится к новому сезону всероссийских соревнований среди команд высшей лиги. Первые игры пройдут 3-4 декабря в Казани. Водкинские хоккеисты сразятся с командой «Динамо-Казань-2». 15-16 декабря пройдут первые домашние игры на стадионе «Знамя». По доброй традиции на первом домашнем матче состоится торжественное открытие для болельщиков, будет организована полевая кухня. Пять золотых медалей завоевали юные водкинцы на первенстве «Самары по чирспорту». В праздники танцев, гимнастики и акробатики приняли участие более 500 спортсменов. В состязаниях принимали участие команды «Самары», «Новокуйбышевска», «Ульяновска», «Тольятти». Водкинск представляла команда «ВИТО» в составе 36 человек, ученицы школ номер 3, 5, 7, 10, 12, 17, 22 и Водкинского лицея. Еще больше новостей ищите на портале «Водкинск.Нэ». Там каждый день нужная и полезная информация для вас. Чем знаменательный этот день, узнаете из рубрики «Даты и события страны и мира». 27 ноября – день морской пехоты России. В русской армии специальная команда морской пехоты была сформирована в 1698 году. Сегодня морская пехота, как род береговых войск Военно-морского флота Вооруженных сил России, используется для введения боевых действий в составе морских десантов, причем как совместно с сухопутными войсками, так и самостоятельно. 27 ноября, 21 год назад, была утверждена квалификационная характеристика по должности оценщик, эксперт по оценке имущества. Сегодня их профессиональный праздник. Основная деятельность оценщиков связана с проведением анализа активов и определением средств, затраченных на их создание. Также определяют, сколько стоит поддержание активов в настоящее время и какую прибыль они могут принести своему владельцу в будущем. На сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. С вами была Елена Рудакова. Увидимся в Воткинске.